Сопрано-саксофон, Брезгинов Ефим-альт-саксофон, Самохвалова Александра-альт-саксофон, Бутрова Алена-альт-саксофон, Гриценко-Альтина-тенор-саксофон и цимболистова Полина-баритон-саксофон. КОНЕЦ 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 КАМИЛЬ СЕНСАНС КАМИЛЬ СЕНСАНС КАМИЛЬ СЕНСАНС Симфоническая поэма «Пляска смерти». Это поэма, в которой описывается ночная пляска медвецов и скелетов под стук каблуков смерти, играющих на скрипке. То есть эта музыка бесстрашная, но в то же время Сен Санс сделал ее комичной. Это легкий жанр, она комичная и не совсем смертельная смерть получается. Здесь очень музыкообразная, поэтому вы услышите в самом начале произведения, вы услышите удары колокола или, может быть, это удары часов. И потом зазвучит вот этот танец скелетов, и вы услышите забывание ветра, и грохот раскаты грома, и в конце вы услышите даже крик петуха, который посвящает зарю, и увидите, как все уползают, расползаются, вся нечисть прячется и исчезает. Итак, Камиль Сен Санс «Фляска смерти». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. КОНЕЦ 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 Альфред Шнитке. Сюиты из музыки к кинофильму «Мортвые души». В поэме рассказывается о господине средних лет Павле Ивановиче Чичикове, который путешествовал по России с целью покупки мертвых душ. Крестьян, которые были уже мертвы, но по спискам, по документам они еще считались живыми. К этому кинофильму Альфред Шнитке написал замечательную музыку. И из этой сюиты мы исполним два номера. Первый номер – интродукция. Это как раз образ самого Чичикова, как он едет в маленькой бричке. По дорогам России, по ухабам, по ямам. И тоже в образе все слышно, в музыке слышно, как цокают копыта лошади, и как звенят колокольчики, как он засыпает в середине произведения, как он в кибитке своей засыпает. И даже в конце слышно, как опрокидывается эта бричка, и он летит в грязь. Вы слышите, это последний аккорд. Вторая часть – это Полька. В Польке показан образ Собакевича. Такого, я думаю, вы знаете, это такой большой, сильный помещик, у которого очень добротная усадьба, надежные крепкие заборы, хорошие избы в его имении, которых съедает на обед половину барана, свинью и кучу ватрушек. Это образ Собакевича во второй части – Полька. Итак, Альфер Шмидке, Псюита из музыки к кинофильму «Мертвые души». Играет музыка к кинофильму «Мертвые души». Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова